В спектакле «Только девушки» студенты Института искусств и культуры представили профессиональной публике музыкальный класс-концерт. В этой постановке главное не сюжет, а умение произносить скороговорки. Четыре года педагоги готовили студентов к театральной жизни. Сколько же усилий нужно приложить, чтобы актеров было слышно из зрительного зала, выясняли наши корреспонденты. Эти необычные звуки и движения – азы сценической речи. Такая разминка у многих актеров входит в ежедневную привычку. А студенты Института культуры речевки и упражнения оформили в концерт. Это упражнение, оно ритмическое, поэтому они должны уложить текст в музыку, ни больше, ни меньше. Голос должен звучать. В движении очень сложно, но современный театр, он таков, что сейчас все в движении. Не задыхаться в ходьбе и даже садясь на шпагат непросто. Но в то же время, говорят студенты, именно движение позволяет раскрыться. Ты зажимаешь свое тело физически, у тебя зажат рот, все зажато, и от этого получается речь ужасная. Нас за это ругают, и Наталья Владимировна старается нас расслабить, помочь найти свободу, комфорт, удобство в своем же теле. Наталья Владимировна говорит, что я инопланетянка. Мы владеем, владеем, владеем. Чтобы показать что-то сегодня, нужно было работать на протяжении всех лет. Мы работали каждый день с утра до вечера, с десяти до десяти отдавали этому всему время. Четыре года ежедневного труда, чтобы со студенческой сцены оказаться на настоящих подмостках. В зале не только педагоги и сокурсники, но и актеры хабаровских театров. Они-то и есть самые строгие судьи. И мне интересно, как студенты реализуют задачи и замыслы педагогов, как они сами интерпретируют материал. Хотим, наоборот, видеть очень талантливых, выросших. И, в общем, студенты – это всегда интересно. Класс-концерт – своего рода экзамен, но дошли до него, как и до четвертого курса института, только девушки. Их уверены педагоги обязательно заметят.